Добрый день, дорогие друзья. С вами я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня у нас в гостях пастор Виктор Судаков. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Виктора. Сейчас Виктор вышел еще и в Телеграм, завел Телеграм-канал. Мы тоже дадим ссылочку потом, Виктор, на твой канал. Всегда приятно тебя слышать, видеть. Спасибо, Альберт. Тоже рад приветствовать всех. Слушай, мне очень понравилось, я знаю, что многим понравилась одна из последних твоих проповедей о пропаганде, где ты говоришь. Давай сегодня поговорим об этом, потому что очень многие люди вообще не понимают ни смысл этого слова, не знают, как жить с этим и как быть с этим. Давай о словах сначала поговорим. Что это и как это? Ну, знаешь, вообще это очень интересно было. Я в свое время, это был конец 90-х, начало 2000-х годов, почему-то почувствовал тягу изучать историю Третьего Рейха. Была большая такая тяга. Я помню, купил, тогда в основном это были бумажные учебники, бумажные книги. Конечно, интернет был, но он не был таким, по крайней мере, на русском языке не был таким информационным. Он набрал много и изучал. И один из вопросов был, который меня интересовал, думаю, как страна, где была великая философия, там и Кант, и Гегель, великая культура, и композиторы, там Бах, и Бетховен, и прочее, прочее. То есть технологики высочайшие, да, вот предприятия. Как получилось так, что эти люди, в принципе, очень образованные, очень культурные, во многом сформировавшие лицо Европы. Как получилось, что они доверились идеям безумного фюрера, безумного этого ефрейтора, да? Как они могли довериться и такое происходить, да? Вот, и помню тогда, мне еще жена удивлялась, говорит, зачем тебя так это интересует? Я говорю, я сама не знаю почему. Она говорит, ну это же давно было, и давно. Причем, когда я говорил это в церкви, какие-то брал, ну, факты для иллюстрации проповедей, люди тоже не очень понимали. Ну, типа, Германия уже давно распалась, Советский Союз тоже уже, в принципе, было явление прошлого. Ну, как бы, зачем это ворошить? Перед нами, как бы, новое будущее, новое светлое будущее. И только сейчас понимаешь, что мы снова столкнулись с такими понятиями, как национализм, фашизм, агрессия, пропаганда, да? И вот эта пропаганда сама по себе, вот то, что говорил идеологи, говорили Третьего рейха, что чем более невероятная ложь, тем больше ей доверяют. На самом деле, в дальнейшем это все было подтверждено теми же психологами, когда делали исследования, то брали пропаганду от белой до черной. Белая пропаганда, ну, как бы, основанная на фактах. Серая, когда факты уже искажаются, а черная, когда просто извращается все. Когда проводили исследования, то мне почему-то казалось, что должна быть самая действенная серая, потому что полуправда, полуложь. А оказалось, самая действенная, это именно черная пропаганда, потому что люди ей доверяют, поскольку, как бы, в психике человеку очень трудно предположить, что так можно врать. Потому что, ну, как бы, все люди в той или иной степени врут, да? Но есть какой-то предел воровства. Как помню, был маленьким мальчиком, и папа мне говорил, сынок говорит, ты мне никогда по-крупному не врешь. Ну, по мелочам-то, вот кто конфеты взял? Ну, по мелочам же привираешь. Вот, я так гордился, что я честно, как бы, в крупном я не вру. А по мелочам, там, что-то конфеты бывало всякое. Вот, и поэтому у нас есть предел, как бы, выше которого мы не мыслим ложь. То есть, вот, выше этого предела. И когда кто-то намного выше нашего, как бы, предела что-то говорит, то мы не можем представить, что это ложь. Потому что, ну, так или иначе, мы все равно всех мерим по себе. Человек всех мерит по себе, да? И он мерит по себе человек, и я такого бы не мог сделать. Значит, скорее всего, и он не мог сделать. И, как бы, начинается доверие. И поэтому происходит так, что бывало целое общество, целые народы сходят с ума, одурманены пропагандой, одурманены какой-то определенной обработкой. Слушай, ну, вот эффект гомосоветикус тоже, наверное, действует. Ну, люди же прямо вот говорят, и в церквях тоже. Ну, телевизор же не может врать. Ну, ведь в раут уже говорят. Вот то, о чем ты говоришь. Да, ну, тут, знаешь, то же самое время. Очень опасно, как бы, привязывать воздействие пропаганды только к какому-то определенному этносу или народу. Как будто, знаете, есть какие-то такие глупости. Вот сейчас, знаешь, есть такое вот, как бы, ведь превозношение, может быть, с разных сторон. Что, типа, могут быть там какие-то народы туповатые, глуповатые. Мы видим, что, например, на территории разных стран, представители разных этносов, например, на территории нашей страны и этнические украинцы, давно переехавшие и живущие здесь, да, они точно так же могут стоять на каких-то позициях, как и большинство населения порой, да. К нашей страны, хотя этнически они вроде бы не относятся к русскому народу. Наоборот, русские люди там, в той же самой, бывая там, в Украине, они могут выступать за свободу, хотя, по идее, русские. Поэтому здесь, скорее, идет речь не столько о народах, сколько о обработке определенной категории насилия, определенных областей людей, как вот в Германии тоже, да, немцы. Ну, гомосоветик, человек советский, а советский, он же без профессиональности был тогда. И люди, неважно, с какой стороны сегодня, но они подвержены этому в большей степени. Особенно наш народ, посмотри, ну, с кем не поговори, настолько стопроцентная, как я, 105-процентная вера в телевизор. Да, но я думаю, что, понимаешь, мы даже сами, понимаешь, мы вроде бы как бы это знаем теоретически, но как бы до сердца еще не дошло, что наш ум, даже образованный, даже развитый, имеющий какие-то там дипломы, аттестаты, он порой бессилен перед обработкой пропаганды. То есть это настолько сильное психологическое воздействие на разум, что защиты практически нет. Нет. И даже говорят, что, ну, многие люди говорят, что там, типа, я не смотрю телевизор, там не смотрю телевизор. Но даже когда люди не смотрят телевизор, да, хотя, сено смотрят, даже когда они, может быть, какие-то передачи не смотрят, но сами анонсы, когда там говорят, что там, положим, какой-то человек совершил что-то страшное, смотрите в 7 часов. Потом опять, этот человек совершил ужасающие вещи, смотрите сегодня в 7 часов. И человек в 7 часов не смотрел, но из-за того, что он несколько раз слышал, у него невольно этот человек связан в уме с чем-то ужасным, с чем-то преступным. И все, уже как бы образ запечатлен. А потом, как говорится, пойди, докажи, что ты не верблюд. Пойди, отмойся потом от этого штампа. И поэтому, на самом деле, это психологически настолько сильно влияет, что я даже читал разные исследования, что это практически не лечится. То есть люди, обработанные пропагандой, потом излечение, оно либо невероятно сложно, либо практически невозможно. Потому что люди, обработанные пропагандой, потом с ними общаются их родные, общаются их близкие друзья. Они готовы разрушить многолетнюю дружбу, готовы разбить семью на разные части, но они не отступают от своей пропаганды. То есть, понимаешь, насколько это сильно, что оказывается сильнее даже кровных уз. Да, да, я с тобой согласен. Слушай, ну давай к истокам. Начнем со слова пропаганда. Слово пропаганда христианское. Оно родилось вот на рубеже как раз зарождения протестантизма, когда Библия стала печаться доступно, в том числе на латинском языке. Это же латинское слово. Да, это латинское слово. Расскажи немножко. Да, латинское. Я хочу сразу только один момент подчеркнуть, потому что некоторые вещи, поскольку в русском языке пропаганда и проповедь, вроде бы как бы пропы, пропы, им кажется, что что плохого в пропаганде, проповедь это тоже пропаганда. На самом деле пропаганда это латинское слово расширение, распространение. Проповедь это уже греческий язык, поэтому, конечно, на русском это может быть как-то в начале и созвучно звучит, но как бы семантические корни у этих слов разные. И поэтому, по сути, вот эта пропаганда, некое распространение, расширение, хотя, конечно, это слово латинское, но где-то в 17 веке это понятие стало как-то входить уже, использоваться. У нас вообще в России пропаганда только уже после Пушкина, это где-то, ну, после первой треки 19 века все это слово вошло в обиход и вошло оно в принципе как бы изначально не с негативным окраском. Ну, как, знаешь, многие слова, та же слово секта, оно ведь изначально не несет в себе вот такого негативной краски. Но потом уже, как говорят, у меня первое образование филологическое, знаешь, когда семантическое ядро, оно уже обрастает уже другими, новыми какими-то значениями, переносными, косвенными значениями. Ну, и сегодня, конечно же, пропаганда, оно в основном означает некое черное воздействие, воздействие на умы с целью определенного мировоззрения. Ну, да, но начально-то это же церковное слово, распространение, все же мы верующие и авторы Евангелия, все были пропагандистами, они распространяли благую весть. Мы сегодня об этом говорим постоянно на русском, распространяйте, несите благую весть, расширяйте застарство Божие, это же все оттуда. И ты прав, что все поменялось, да, с ног на голову, как многие слова христианские, все, что берется у церкви, потом изворачивается и становится совершенно в другом смысле значения. Слушай, ты дал классификации три вида пропаганды, это научные данные или, ну, ты просто для проповеди как бы вот черное, белое, серое? Да, но это как принято у исследователей, потому что на эту тему ведется немало исследований, в последние 50 лет немало было исследований, было немало интересных очень экспериментов. И прежде всего с такой целью, ну, то, что, например, я не говорил в проповеди, это с целью, как этому можно противостоять, как этому можно противостоять. Вот, знаешь, очень интересно, я не так давно читал второканоническую книгу «Премудрости Иисуса сына Сирахова», читал, и там в 20 какой-то главе, там очень интересно есть место про язык, что язык, он как бич идет, он может разбивать, расшибать, ну вот, и там такое здесь написано, что и мудрый человек укрывается от воздействия языка. Это, знаешь, очень интересно сказано, потому что точно так же исследование пропаганды, оно показывает, что единственное, как мы можем обезопасить себя от пропаганды, это укрыться заранее, то есть, или, как говорится, сделать себе прививку, прививку до воздействия пропаганды. И было интересно такое, даже вот я и читал исследование проведено, оно было проведено в Америке. Ты знаешь, что есть же в Америке популярная конспирологическая теория, что вот эти теракты 11 сентября устроили спецслужбы вместе с государственными структурами. Вот есть такое. И на момент исследования доверявшим этой теории было около 37%, то есть, это очень большое число. И там провели такой эксперимент. Студентов разделили на три группы, на три группы разделили студентов и показывали им фильм. А был сделан такой очень талантливый 40-минутный фильм, где очень эмоционально, очень логично, очень убедительно доказывалось, что на самом деле эти теракты устроили спецслужбы вместе с государственными органами, в связке такой. Очень талантливый, с эмоциями, с хорошо подобранной музыкой, с воздействием, знаешь, вот этими свидетелями, с надрывными голосами, вот музыкальными подложками хорошими. В общем, очень талантливый фильм. Вот, «Американцы умеют». Вот, очень талантливый фильм. Вот, и первая группа, они просто посмотрели этот фильм. Просто вот этот 40-минутный фильм документальный посмотрели. И у них потом тоже делали исследования, и количество доверявших примерно от третьей увеличилось до половины. То есть, после этого фильма люди увеличились. А второй группе перед фильмом, так называемой, делали прививку фактами. То есть, там, например, говорили, вот вы знаете, если бы в этих башнях были заложены взрывчатки, которые бы взорвались до того, как туда ударили самолеты, то это не просто каких-то два непонятных человека бы слышали, а это бы слышал весь Манхэттен, бы слышал. То есть, взрывы были бы такой силы, что это бы слышали огромное количество людей. И, в общем, там было много-много подобных фактов. И когда после этого этой группе показали 40-минутный фильм, и потом делали опять замеры, то количество доверявших конспирологической теории с третьей понизилось до четверти. То есть, многие люди отказались от своей теории, даже посмотрев этот фильм. Понимаешь? Вот, даже посмотрев фильм, отказались. А третьей группе была сделана прививка логикой, все второй фактами логикой. То есть, им говорили, например, что если тут такое дело, то оно включает в себя сотни людей из разных структур. А у кого-то там, у жены там плохое настроение, поссорился. То есть, информация не может не утечь, когда в ней замешан такой огромный круг людей. Не может она не утечь информация. Вот, и много в разных логических долгах. И им тоже потом показали фильм. И у них тоже количество доверявших тоже понизилось примерно до четверти. То есть, пришли к выводу, что если делается прививка заранее, то потом обработать этой пропагандой человека, ну, либо невозможно, либо намного труднее. И выводы делаются такого, что прививка от пропаганды – это то, что родители должны делать своим детям. То есть, нужно с детства учить критически мыслить, с детства учить логически рассуждать, не верить голословно, стараться логикой анализировать, факты сверять. То есть, нужно это сделать. И когда вот есть такой подход к жизни, ну, то, что мы называем критическое мышление, то, что необходимо в наш век, когда информация со всех сторон на нас валится, и сегодня же проблема не в том... Раньше не было информации, а теперь ее слишком много информации. Дай разобраться, да. И нужно научиться, потому что, как правило, люди все равно доверяют. Тот, кто громче всего кричит, тот, кто убедительнее всех кричит. А это мы, помните, пропагандисты. И поэтому надо своим... Я для себя сделал выводы, что да, надо уже своего сына учить этим вещам. В наше время это жизненно необходимо. Знаешь, вот как в школе некоторые предметы, я считаю, они уже немножко устарели, да? А некоторые, наоборот, они жизненно необходимы, а их никто не учит. И одно из них, это вот сегодня куча мошенничества, и телефонные, и всевозможные. Нужно с детства учить, как общаться с разными. Ну и, естественно, как работать с информацией. Прежде всего, с пропагандой, которая сегодня... Ну, мы видим, как она воздействует. Как она из людей умных делает, неизвестно. Слушай, как думаешь? Ну, не знаю, для меня это факт общеизвестный, что все СМИ – это бизнес. Это не о чем-то другом. Все наши пропагандисты, вот с нашей стороны, да и в мире то же самое. Это люди, которые зарабатывают деньги, которые... Ну, как ты прав, пропаганда – это больше на эмоции, на чувства людей, плюс какие-то факты еще, да? Вот сегодня много разоблачений по тому же Соловьеву, да? Столько имущества, собственности имеет в Италии, везде и всюду. Где он заработал? Ну, здесь зарабатывает на людях. Почему наши люди критически не могут понять, что это вопрос денег, ничего личного? Им заказали, им проплатили, они готовы сегодня одно говорить, завтра другое. Вот, казалось бы, самый простой, Виктор, но даже этого не могут люди воспринять. Вот, ты знаешь, интересно, что я вот рассказал про этот эксперимент, а там интересно, после того, как его провели, там еще добавили две группы – четвертую и пятую группу. Ага. В четвертой и пятой группе то же самое было у одной обработка фактами, прежде чем, а у другой – логикой. Но им сделали так называемую двойную прививку. Перед этим еще сказали такие вещи. Вы знаете, у всех свои интересы. И все по-своему пропагандируют. И вот вы сейчас послушайте факты, которые выдвигают сторонники того, что никакой связи со спецслужбами не было. Вот они вот говорят вот то-то, 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 то-то. А вот теперь посмотрите фильм, который доказывает, что нет, была такая связь. Вот это сделали. Интересно, что после этого опять замеряли, и количество людей, которые доверяли или не доверяли, не изменилось. Как было примерно треть, так и осталось. Так и осталось примерно треть таких людей. То есть, что у этих людей произошло? Им сказали, а правды нет. Везде врут. И поэтому лучшее, что ты можешь сделать, это отстраниться, потому что у всех свои интересы. Поэтому твое дело сторона, никому не верь. Ну, древний вопрос Пилата, что есть истина? Что есть истина? Вот такая. И вот, к сожалению, вот именно в таком состоянии очень многие люди, я вижу, сегодня вокруг нас находятся. Они говорят, а нет никакой правды. А везде врут. А никому больше не верю. То есть, одно дело разбираться, даже неправильно разбираться, а другое дело быть убежденным, что разобраться в принципе невозможно. Это же тоже определенный уход от жизни, уход от общественной жизни. То, что называли в Древней Греции идиот, человек, не участвующий в общественной жизни. Это как-то мое дело сторона, не участвующий в никаких процессах, да. Вот такой вот древнегреческий идиотизм, он очень процветает. Когда люди не верят ничему, считают, что все-все ангажированы, все куплены, правды нет, честности нет. Ну, все-все-все-все виноваты, да. На самом деле, конечно же, Библия говорит, что все грешны. Но в разных ситуациях грешны, да по-разному грешны, понимаешь? Грешны, да по-разному. Когда вот, например, ну, думаю, ситуация бывает, да, вот у нас с тобой, как у пасторов, когда приходят семьи, там, с каким-то вопросом, например, с какой-то сложностью. Вот, ну, бывают ситуации, муж избивают жену, причем очень серьезно избивают. И начинаешь говорить, да, а он говорит, а она тоже мне там, там, хамит мне бывает, понимаешь, что это такое. Я, конечно, понимаю, что бывают и жены под кожу лезут, но это не оправдывает то, что можно теперь ей позвоночник ломать или лицо в синяк превращать. Я понимаю, в любых конфликтах семейных виноваты оба. Да, в разных ситуациях по-разному они виноваты. И поэтому легко, знаешь, пастору сказать, ну, идите разбирайтесь, все вы виноваты, и ты, наверное, что-нибудь не то сказала, и он, наверное, не удержался. Все вы виноваты, поэтому договаривайтесь сами. И таким образом я, как бы, даю карт-бланш на продолжение избиения, понимаешь? Когда я так говорю, я, как бы, жертву приравнял с насильника, все виноваты, и нету на земле белых и пушистых, и поэтому... То есть так и вроде бы правильно, знаешь, так вот формально, как вот было такое высказывание, по-моему, у Ленина, что по форме правильно, по существу издевательство. Вот есть такие вещи по форме правильно, а по существу-то это же издевательство, это же потворство насилия. Ну, так народ же и думает простой. Ну, типа, вот снасиловали, сама виновата в изнасиловании. А что такое платье одела? Ну, сама виновата. Да, так и рассуждает же большинство. И сегодня вот в условиях вот этой жестокой пропаганды, я считаю, это жестокое насилие над людьми. А люди сами не понимают. Ну, вот что делать-то? Вот мы с тобой, пастыря, да, стараемся сейчас, особенно в этот месяц, да, уже полтора, говорим, говорим, пытаемся взывать к людям. И не всегда есть успех, я честно тебе скажу. Настолько некоторые прям, ну, до злобы, до ненависти. Да ладно, не говори нам. И знаешь, вот, что самое интересное, я заметил, очень много христиан свалились в какое-то ветхозаветное, в такое, око за око, зуб за зуб. Так им надо. Тут даже, я думаю, Альберт, не только, здесь не только ветхозаветнее, а вот вообще, вот у меня как-то был такой случай, один человек мне пришел, ну, просто рассказал верующий про свое детство. У него было очень тяжелое детство, ну, как говорится, рос в неблагополучной семье, там приходилось спать в тени на кухне, на полу. Вот, дома пьянки, гулянки, мат, перемат, драки постоянные, ну, вот, ужас, ужас происходил. Этот человек говорит, что, говорит, и я, говорит, вот, будучи ребенком, уходил, покупал книжки фэнтези, где читал про рыцарей, про драконов, про принцесс. И для меня, знаешь, это был такой мир, куда я уходил и прятался в этом мире, вот, от этой ужасной реальности, которая меня не устраивала, но с которой я поделать ничего, ничего не мог. Вот, уходил в эти книги и жил, и покупал книга за книгой, книга за книгой, и читал, читал, потому что вот это был мой мир, а вот этот был мир, в котором я нахожусь по ошибке. Вот, это очень, знаешь, напоминает советскую интеллигенцию, которая там во времена сталинских репрессий, они уходили в так называемую внутреннюю эмиграцию. Когда вот поделать ты ничего не мог вот с тем, что творится, и ты, а что делать? У тебя есть ум, у тебя есть, как-то не хочется честность, честь свою переступать. Ну, и занимались там изучениями мифов и легенд народов Ирландии каких-нибудь, знаешь, там, занимались вот в такой узкой деятельности, где они могли вот вроде бы и душой не кривить, и как-то реализовывать свой ум, свои таланты, свои способности. Вот, такая так называемая внутренняя эмиграция. Я вот, знаешь, заметил, что то же самое порой происходит с верующими людьми. Ведь апостол Павел говорит именно про Писание, про Священное Писание, что буква убивает, а Дух животворит. Вот эта буква, грамма по-гречески, это и есть, когда, знаешь, богословие может сыграть злую шутку. Это вот богословие ради богословия. Люди уходят вот в это внутреннее исследование, исследуют или вот в эту Библию как в мир фэнтези, знаешь, где там Давид что-то делал, что-то делал там Авраам, что-то делал премудрый Соломон, знаешь, вот эти предания старины глубокой уходят вот от этой реальности, которая нас не устраивала. Вот, и они говорят, не надо заниматься общественной жизнью, ничем не надо заниматься, в Библии занимайся. То есть уйди головой вот в эту Библию как в монастырь и не показывай свой нос. И мы забываем, что ведь Давид, он, это был Божий человек, который сталкивался с реальными проблемами. И Авраам сталкивался, реальный человек с реальными проблемами, и Авель, реальный человек, сталкивался с реальными проблемами. И нам это дано для того, не чтобы их истории стали для нас заменителем жизни нашей, а чтобы мы, научившись у них, сталкиваясь с нашими реальными проблемами, могли взять какие-то принципы, какую-то премудрость. Вот он так поступал, и я столкнувшись с этими проблемами. То есть дух жизни, если грамма, буква, то дух – это пневма, дыхание жизни, ветер, дуновение. Это когда мы Писание берем и с этой силой, с этим светом соприкасаемся с настоящей жизнью, с настоящей реальностью, с нашей. У них были свои вызовы. Мы учимся у их вызовов, но мы не должны жить их вызовами, потому что это уже прошлое. Мы должны, научившись, достойно встретить наши вызовы. И вот это порой с верующими, с церковью происходит. Для нас Библия становится заменителем жизни нашей. А Библия не может быть заменителем жизни. У нас есть наша жизнь. Я в воскресенье, знаешь, что сказал? Я говорю, слушайте, мы живем в реальной стране, а не в стране единорогов. Мультики вот эти детские. У меня тоже дочь, и ей очень нравятся эти все единороги, единорожки. Я несколько раз видел это детские мультики, где эти сказочные лошадки скачут там по радуге, по облачкам, по всему остальному. Жизнь, она другая. Хорошо, это один из методов, когда люди прячутся вот в этой фэнтези стране, которую сами выдумали, даже библейскую страну. И вот часто мне все пишут в комментариях, что вы лезете в это, что вы лезете туда, зачем политику трогать, как не трогать. Христос Церковь назвал политическим термином «экклесия». Он взял просто, мало кто задумается, это собрание свободных людей, которые имели право голоса голосовать за разные решения. А люди вот прячутся, вот ты прав. Как будто Библия – это страна фантазии, где-то там Давид, который 3000 лет назад жил, еще что-то. И люди не понимают, что реальность-то, она совершенно другая. Что советовать людям? У тебя есть какие-то практические моменты, о которых мы можем поговорить? Мы поговорили, есть пропаганда. Есть белая, серая, но не сильно раскрывали. Наверное, лучше твою проповедь послушать «Грех пропаганды». Ты очень красочно и хорошо рассказываешь об этом. Что делать? Что нам сегодня советовать людям? Вот ты знаешь, я думаю, есть подготовка. Мы же об этом часто говорили в проповедях. Помнишь, в 90-е годы, Альберт, мы говорили, есть подготовка, есть экзамен. И всегда во всех библейских школах я говорил, главные экзамены – это не те тесты, которые вы будете сдавать после темы, а те жизненные экзамены, с которыми вы столкнетесь. И поэтому не переживайте сильно за оценки. Ну, получишь ты не пятерку, например, но когда в жизни столкнешься, вот как ты поступишь, вот это намного более важно. И знаешь, у меня есть такое ощущение, как будто вот они для всего лишь часа мы и готовились во многом, да, показать себя на самом деле. Потому что здесь есть и страх, здесь и, ну, ведь мы должны это не просто пережить, а пережить и сохранить достоинство, чтобы нам было не стыдно потом смотреть в глаза своим прихожанам, когда мы им будем проповедовать. Вот. Поэтому к этому час у нас готовили. Мы очень много говорили о водительстве Духа Святого, да, мы очень много говорили о том, как это будет, да, и обычно даже думали, это как, пойти в магазин направо или там налево пойти, да, как это. А на самом деле, вот, конечно, это же все не смешно, это вот такие ситуации, быть водимым Духом Святым. Я абсолютно убежден, что сейчас всевозможные человеческие советы, они могут быть чреваты, потому что ситуация непростая, и мы рискуем, очень многим, очень многим рискуем. И тут очень важно быть водимым Духом Святым. Как поступать? Потому что, как, возможно, ты действуешь, не совсем подходит для меня, а как я действую, не совсем подходит для тебя. То есть, он также для верующих есть, да, ведь важно не просто что-то делать, а быть в этом эффективным. Апостол Павел говорил, я бью, но не так, чтобы лишь бить воздух, чтобы попадать, то есть наша цель не просто руками махать там что-то, а быть эффективным в нашей работе. И тут, я думаю, у Бога для каждого свой путь. Я много молился, как мне быть в этой ситуации, и Бог определенные вещи мне показывает. Иногда мне это не нравится, иногда мне хочется что-то другого. Но я замечал несколько раз, когда я пытаюсь сделать что-то свое, а не что мне Бог в сердце кладет, да, что-то происходит всегда не то. И я уже смирился, говорю, Бог, буду делать, что ты мне говоришь. То есть быть водимым Его Духом. И поэтому я не могу говорить, что Бог мне показывает, потому что у верующих все равно есть склонность к копированию. Кто-то начнет копировать, и там что-нибудь не так пойдет, да. Поэтому тут нужно искать именно для себя. Но я абсолютно убежден, что это то время, когда каждый из нас проявляет себя. Это время, когда тайна становится явным. Когда маски спадают. Когда уже, ну, играть и быть, знаешь, из-за ваших, из-за наших. Вот это то теплое состояние, знаешь, которое Бог говорит, я выплюну тебя из уст моих, да. Ну, сегодня оно практически невозможно, да, это теплое состояние. Когда все врут, и те, и те, и все, и все врут. Вот, вот, тут нужно на самом деле показать, вот, демагогия видна. И потом, ну, этого не будут уважать, мы же понимаем, это не будут уважать. Я что-то даже сомневаюсь сейчас. Ну, согласен, что демагогия видна, но о том, что уважать не будут. Мне кажется, что некоторые просто, знаешь, как Библия сказали. Да, переобусь, да, или как Библия сказали, рот вытерла и пошла дальше, ну, проститутка, да. А что я сделал, да ничего так, облизала губы, да пошла. Вот смотри, сейчас очень часто, не знаю, я употребляю термин, расчеловечивать людей. Я смотрю на наше общество. Ушло сострадание, ушло миролюбие. Вот те библейские слова, да, которые звучат с кафедрой часто, но даже в нашем полупроцентовом, как я называю, христианстве протестантском здесь, в России, все меньше и меньше этих слов, они популярны, они нужны, или люди стали бояться постаратам, читать тексты, которые могут быть неправильно истолкованы сегодня. Я вот взял с притчей шестую главу, там, что шесть и даже семь, что ненавидит Господь, что мердость, а чем его. Так это вообще политический текст. Я говорю, сейчас может так истолковать его, да, что и под статью тебя подведут еще, и будут правы. Вот, знаешь, вот это время расчеловечения, мне кажется, оно было в начале 20-х годов прошлого столетия. Все эти Павлики Морозов, Пионеры, когда они взялись за, пропаганда взялась за молодежь, за молодые умы, и превратили их вот в то, что превратили. Сегодня, наоборот, как будто вот эти советские люди, столько историй разных, когда родители сдают своих детей, на митингах участвовали. Я не знаю, я как-то услышал одну песню «Монеточки», где она там «Мама, я не зигую», я не знаю, слышал ты или нет, там, «Не звони в полицию, я не оппозиция». Ну, то есть, это дикость какая-то, но действительно расчеловечивает наше общество, наших людей. И это же не восстановишь в одном поколении. Это же, ну, это тяжелый труд потом. Вот, ну, ты что думаешь? Безусловно, безусловно. Видишь, тут дело все в том, что когда вот, ну, знаменитые лозунги Министерства пропаганды из книги Оруэлла «1984», когда рабство – это свобода, незнание – это сила, вот еще какой-то третий у них лозунг был. И когда вот сегодня мы видим, когда совершенно понятия меняют местами, да, понятия меняют местами. Нам с детства учили, я помню, в садике, в школе, нет войны, миру, мир. Сегодня это чуть ли не поддержка неонацизма. То есть, понимаешь, ориентиры этого человека начинают меняться. Что, значит, нет войны – это неонацизм, да, то есть, понимаешь, ориентиры меняются, а общество без ориентиров – это же, ну, страшное общество. Ну, опасно такие эксперименты проводить психикой. Слушай, недавно слушал как раз одного пропагандиста, который уже несколько раз выступал на эту тему, то, что ты сказал. Вот на эти лозунги «Нет войне», оказывается, это фашисты раскидывали с самолетов на Ленинград тогда, вот этот лозунг. Это фашистский лозунг «Нет войне», а наш советский добрый лозунг «Миру мир». Вот представляешь? Хотя в советское время и то, и то было. Мы всегда боролись. Это лукавство, понимаешь, это хорошо работа на тех, кто, может быть, не помнит. Мы-то помним, что «Нет войне» и перечеркнутая бомба красная. Это было… Мы рисовали и стадики в школе это все. Я тоже самое говорю. Вот, поэтому это, конечно, это все, это какое-то передергивание, передергивание происходит. Но что будет на выходе, это неизвестно, что будет на выходе, потому что расплата за это, но история показывает, она печальная расплата за это. Я помню свое время, когда в 90-е годы, в 94-м году была вот эта резня в Руанде, когда хуту вылезали… Тутси. В то время, с июля 93-го года по июль 94-й, была такая радио «Тысячи холмов». Радио, где хуту с утра до вечера поливали грязью тутси, что это тараканы, призывы к расправе, что их надо давить, что жить будет только лучше, лучше, лучше. Вот, то есть, вот, называли радио ненависти, радио ненависти, вот. И оно работало целый год, и потом в течение 100 дней вырезали около миллиона тутси. И после уже этой ужасной, ужасного кровопролития решили исследовать, насколько само радио повлияло, это очень популярно, там выступали звезды хуту на этом радио, насколько радио повлияло на эту резню, вот. И, а поскольку радио, на самом деле, Руанда – это местность очень холмистая, а горы – это препятствие для радиосигналов, то там в некоторых областях был очень хороший прием радио, а в некоторых плохой или вообще никакого не было. Когда стали исследовать, там, где был хороший прием, было больше всего убито тутси. Там, где был плохой или не было, намного меньше убивали, а там же большинство, чуть ли не вручную было вот этим, мачете убито, да, было убито. И поэтому все работники этой радиостанции сели на скамью подсудимых, потому что было прямо доказано, что работа пропаганды, она не просто тьму внедряет в умы людей, а она потом имеет ужасающие последствия в виде крови, в виде смертей, в виде гонений, всевозможных. То есть с этим монстром играть очень опасно, нельзя с этим монстром играть, потому что если выпустишь, а потом, знаешь, проходит время, и человечество говорит, как такое могло быть, да, а как это произошло, как это произошло. Потому что это же не просто ведь действия каких-то людей, злых там, каких-то нехороших, маленьких там, злодеев, тиранов, которые хотят. Ведь в это же включается множество людей тут же, как бы это преступление, которое объединяет огромное количество людей. Как знаменитые слова Сергея Довлатова, конечно, говорит, Сталин был деспотом, тут нет вопросов, но кто 4 миллиона доносов писал, да. Это включает людей вот в эту ужасную преступную, преступную систему, да. И это же ломает не только жизни тех, кого давят, но и умы, и психику тех, кто давят. Это же тоже не люди становятся, да. У меня, наверное, один вопрос еще остался, и на две части разобью. Как ты думаешь, вот ты сказал, там в той стране посадили пропагандистов. Как ты думаешь, наших пропагандистов политических телепропагандистов посадят или нет? И второй вопрос, как ты думаешь, наших церковных пропагандистов, которые сейчас за эту военную операцию благословляют все это освобождение, их посадят или нет? Ну, знаешь, Альберт, видишь, я не являюсь пророком, я не знаю. Ну, я скажу о мыслях твоих вещей. Более того, честно тебе скажу, мне это совсем, ну, не очень интересно даже лично. Мне важно, вот как в этой ситуации мне не стыдно, мне не стыдно за себя быть, понимаешь, за себя. Потому что когда я, когда все это, дай бог, закончится, да, и пройдут годы, и мои внуки меня спросят, деда, а ты что делал в то время? А ты, потому что, знаешь, я был убежден, что самое грандиозное событие, которое мне удалось наблюдать в своей жизни, это был развал Советского Союза, да. А теперь я понимаю, это было, конечно, грандиозное событие, но, возможно, далеко не самое грандиозное событие, которое нам с тобой удастся наблюдать воочию. Да, потому что ощущение, что мы оказались на страницах учебника истории, и то, что сегодня происходит, в дальнейшем будут изучать, исследовать, анализировать это будет все в дальнейшем, да. А мы сегодня это наблюдаем, мы как будто вот в исторических страницах живем, да, вот. И как это все будет, в какую историю, и много пророчеств у Лестера Саммерла и у других. И, кстати, знаешь, говоря, я тебе скажу, я вот почему-то пророчество Лестера Саммерла вспомнил прежде всего, потому что в 94-м году, когда он это сказал, я тогда не принял это пророчество, потому что все говорили, что в России будет все лучше и лучше, а он говорил, что Россия закроется, и я не согласился с таким. А вот он говорит, что вот будут такие времена, да, вот будут непростые времена, будут тяжелые времена. И вот эти времена, которых многие проверят, да, это будет пробуждение, но не то пробуждение, когда там куча исцелений, как раньше было, а тут другого вида будет пробуждение, вот. И очень хочется самому достойному прожить. Бог судья этим людям, Бог, я зла никому не желаю, и я знаю, что есть такие ситуации, которые, ну, видишь, как бы, меня никто не уполноманчивал, я не хочу быть прокурором, не хочу быть судьей, вот. Я думаю о том, как мне в это время достойно жить так, чтобы мой сын, мой гордится, и мой внук у меня спросил, и мне было, я мог ему в глаза посмотреть, я мог ему сказать что-то. Знаешь, ты затронул пророчество, я сам воскресенье назад, прям в церкви показал это пророчество Лестера Самрала, еще других порассуждали немножко, ну, прям целое служение уделил этому. И, знаешь, был шокирован, скажу, не просто удивлен, что очень многие люди не знают ни пророчеств христианской церкви, вот мы с тобой из 90-х, да, мы тогда, наверное, больше интересовались, больше жажды было, там, Хацана Тейлора, других еще кого-то, общепризнанных людей, а ни молодежь, да даже кто уже в таких годах тоже забыли уже все, не знают ни имен, ни фамилий, ни пророчеств никаких, как будто вот, ну, и неинтересно даже. Ну, тут, знаешь, может быть, вам часть вины в том, что порой пророчества, насколько дискредитировали себя, чего только за годы мы не наслужались, поэтому, знаешь, скептическое отношение, может быть, даже не за желание углубляться в эту тему, ну, тут много причин, скажу, много причин. Но даже, знаешь, независимо того, знают, не знают, видишь, знаешь, не знаешь, но и заповедь не убить, понимаешь, она неизмена от того, что ты знаешь, что это пророчество или не знаешь, что это пророчество. Есть много слов в Евангелии, да, люби ближнего своего, да, не словом, а делом люби. И когда мы видим в мире зло, насилие, это, конечно же, противоречит библейским определенным установкам, а тут не нужно быть на таком пророчестве, чтобы занять определенную позицию, определенную позицию не только гражданскую, а как Дитя Божьего. Вот, потому что ведь разделение на козлов и овец, которое нам показал Иисус, оно не по вере и не по богословию, и спросит не то, а за кого ты, а как ты смотрел вопрос Троицы, вот как ты, это было у тебя личности или модальности, вот это как вот ты смотрел. Вот, а это в зависимости от того, как люди относились к страждущим, и вот мы сегодня видим, сколько страждущих, и как к ним будем относиться. И когда не помогаешь нуждающимся, психика же, она же не может как бы жить с таким пониманием, я не помог нуждающимся, я подлец. Она всегда оправдает тебя в своих глазах, да, а вот потому, я не просто прошел мимо вот этого избитого, а ты начинаешь говорить, наверное, он сам виноват, а может это у него вот наказание Божье ему пришло, ну, как друзья Иова, да, постарались ему все логично объяснить. А вот добрый самарянин, он не стал разбираться, он помог чем мог, он сделал все для избитого человека. И вот Иисус опять показал пример, да, пример – это доброта и любовь, проявление доброты и любви. И мы видим, что сколько сегодня зла, сколько сегодня горя, сколько сегодня слез, и я думаю, Бог ожидает нас. Без нас найдутся те, кто определят виноватых, а нам нужно, ну, вот знаешь, когда все порушилось, у многих людей, вот даже из нашей церкви за несколько дней исчез бизнес, исчезло все, и люди как никогда понимают, что в этом мире, где вот в один момент можно потерять деньги, можно потерять бизнес, можно потерять будущее, можно потерять планы, лето, отпуски, все-все-все, да, что в этом колебливом мире, что такое непоколебимое. И вот я думаю, наша роль – показать им, что есть вещи, где воры не подкапывают и не крадут, где моль и ржа не истребляют, вот это сокровище неветшающее, которое не поддается девальвации, не поддается обесцениванию, его никто тебя не сворует никогда. Я думаю, вот это вот наше время, и дай Бог, чтобы мы вот были готовы в это время достойно проповедовать не просто вот своими устами, а жизнью, делами своими. Аминь. Как ты думаешь, я должен все-таки вот на твои слова о шестой заповеди «Не убей» все-таки сделать замечание, чтобы штраф ни тебе, ни мне не прилетел, что это осуждение. Ты же понимаешь, да, о чем я? Вот об этой девушке, которая стояла у главного православного храма с этой бумаги «Шестая заповедь не убей», ее оштрафовали. Не видел. У «Храма Христа Спасителя» не видел? Скандал большой был. Девушка стояла в заповеди «Шестая заповедь не убей». Я не могу здесь жить, я давно не ходил мимо «Храма Христа Спасителя». Да и это все написали многие. Полицейские долго звонили, узнавали, что с ней делать, потому что не понимали. Вот «Храм Христа», и она стоит там рядом прям с этим листком бумаги. И все-таки долго звонили-звонили, им сказали, видать, забирайте ее, забрали. Ну, суд-то, и вот за оскорбление российской армии, за заповедь не убей. Как одно с другим связали? Ну, дали штраф. Вот мы живем. Я не знаю, как это прокомментировать. Ну, люди как-то там, что тебе все это объясняют. Опять психика как-то все объясняет. Очень трудно жить со сознанием, что я подлец, я мерзавец, я убийца, я вор. Надо как-то все себе объяснить. И люди часто себе пытаются объяснить, что, ну, наверное, все такие, наверное, правды нет. Может, они себе и объяснили. Полицейскому что надо было взять и отвезти только. А кто бумаги напишет, кто осудит, уже не мое дело. Суды-то сегодня, это вообще отдельная каста в стране. Защищенная всеми и всем, и законом, и беззаконием, наверное. Это мое суждение. Интересное время мы живем. Ты прав. Мы думали, что переживем. Правда, в этом мире, да. Люди мало меняются. В этом мире быть светом. Быть светом. Показать, что церковь, она отличается. Как Иисус говорил, что мы в мире, но нет мира сего. Правда же. Показать другой выход, решение, что есть. Потому что сейчас, как никогда, нужно именно миротворчество. Нужно единство, согласие. Милость, милосердие. Столько людей, которые... Это необходимо. Конечно, будут определенные, я думаю, воздаяния будут. Будут и суды. Дай Бог, чтобы они были судами праведными. Потому что, знаешь, как было, когда после этой резни, когда вырезали хуту Туцци, потом ведь там обратная волна, когда уже хуту мстить начали. Потому что нету зла. Нету зла конца. Как один мудрый человек сказал, говорит, мы можем остановить зло тем, что не становимся его частью. Это значит, иногда бывает, не знаешь, как бороться со злом. Так хотя бы не с частью его не становись, от этого зла выйдет, чтобы на тебе эта цепочка прервалась, этого зла. А я думаю, это может сделать каждый. Потому что, знаешь, бывает отчаяние. Сейчас же очень сильно депрессия. В аптеках спрос на антидепрессанты вообще, говорят, за эти последние недели чрезвычайно возрос. Люди переживают. А что такое депрессия? Одной из причин депрессии, когда тебя не устраивает то, что происходит вокруг, а что делать ты не знаешь, ты уходишь опять в эту депрессию, в это состояние отрешенности от реальности. Это пассивный бунт против происходящего в этой жизни. И вот, на самом деле, показать, что мы можем жить и в этих трудных условиях, но, понимаешь, мы не уходим от реальности, мы видим реальность, но при этом мы понимаем, что все все-таки в руках Господа. Ведь наша вера, она делает нас радостными, блаженными. Даже вот, ну, как апостол Павел даже в тюрьме радуйтесь писал, да, даже в это время можно вот иметь радость и иметь упование. У нас есть вот эта великая надежда, великая надежда. Потому что ведь Новый Завет нам показывает, что в последние дни будут времена тяжкие, времена тяжкие будут. И они будут тяжкие как внешние, моры, глады, землетрясения, так и внутренние. Потому что, Павел говорит, времена тяжкие. Люди будут серебролюбивы, родители непокорды, горды, надменны. И вот это все будет и внутренняя проблема, да, вот эта тяжесть, и внешняя проблема. Если мы говорим о временах последних, ну, так вот они тяжкие и есть. Но в то же самое время Библия говорит, что Бог не допускает искушений, испытаний сверхсил. Я не знаю, конечно, наши ли поколения, потому что много поколений в истории церкви думали, что они последние. Две тысячи лет. Да, и мы тоже, нам так кажется, что мы-то, наверное, точно последними. Вот, если мы на самом деле последними, ну, значит, Бог считает, что у нас достаточно Его сил, чтобы преодолеть все эти испытания и искушения. Поэтому даже если это так, ну, не нужно отчаиваться. А если не так, если мы не последнее поколение, ну, что ж, мы будем служить, будем славить Господа. То есть при любом условии, если ты верен Богу, ты не прогадаешься. Аминь. Виктор, давай закончим на этой хорошей-хорошей ноте, да, на Слове Божьем, ты прав, на этой радости от Евангелия, которая пришла к нам через пропагандистов апостола Павла и других наших, да, авторов Священного Писания. Спасибо тебе большое. Друзья, подписывайтесь на канал Виктора Судакова, вы найдете его. У вас церковный канал, где пропагандисты выставляются, и твой сейчас личный, ты делаешь его в Телеграме, да? Тоже можно найти. Да, в Телеграме канал свой сделал. Ну, церковный он больше для прихожан, где мы там публикуем объявления, информацию о служениях. А мой личный, он больше связан с какими-то моими размышлениями над Словом Божьим и как это с жизнью вокруг. Подписывайтесь, друзья, и на наш канал «Звязь небесный». Сейчас попытайтесь вот пять минут уделить, раскидайте, пожалуйста, по соцсетям. Вот нашу беседу, наш разговор о пропаганде. Мы сегодня говорили, само слово откуда пришло, как это действует, как это распространяет, и как противостоять этому, как бороться с этим. Благослови всех Господь. С вами был я, епископ Альберт Радкин. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok